Привет, с вами Вилсоком, что же это делается? Совсем недавно Apple выпустила iOS 8.1.3, продолжает радовать нас бетами 8.2, и тут фигак в понедельник iOS 8.3 бета 1. Всё очень просто, в 8.2 Apple представила WatchKit, и разработчики получили возможность начать делать приложения для Apple Watch. А в 8.1.3 доработали iCloud Drive, медиатеку iCloud и вообще CloudKit. Тем не менее, тут есть ещё и некоторые нововведения, давайте узнаем о них поподробнее. Поехали. Яблочные скидки всем подписчикам от партнёра и магазина AppleJesus.ru Я вам даже больше того, скажу, в Apple уже идут работы над iOS 8.4, которая, по слухам, получит новый музыкальный сервис, возможно, некий симбиоз iTunes Radio и музыкального сервиса Beats. Тем временем, в iOS 8.3 появилась CarPlay Wireless, беспроводная версия того самого CarPlay, который даже с проводами до нас ещё толком не дошёл, но окей, без проводов, наверное, лучше. На 8.2 Beta 5 у меня пропал вариант переключения сетей, на 8.3 Beta 1 вернулся. Не знаю, надолго ли, надеюсь, что наконец-то навсегда. Судя по всему, к 8.3 Apple серьёзно взялась за iCloud, и, о боже, медиатека iCloud вышла из статуса бета. А вот центр управления, за исключением дизайна, с iOS 7 так и не изменился, и от этого становится грустно, хочется новых фишек. Собственно, в центре уведомления пока тоже грусть-печаль, никаких новых функций не завезли. Кстати, Apple уже работает над iOS 9, которую, скорее всего, представят на World Wide Developers 2015, и, как говорят источники близкой компании, Apple сконцентрируется в ней над стабильностью и оптимизацией. О, боже мой, новые Emoji! Ну, пока новых не завезли, изменили только дизайн, и стало, как мне кажется, удобнее, хотя я ими не пользуюсь, но я знаю, что молодёжь активно это всё дело любит. Но! В OS X US Summit 10.13, которая также недавно стала доступна для разработчиков, нашли в клавиатуре Emoji пустые клетки, которые, видимо, к релизу обретут какой-то понятный и внятный вид. Чувствую, для многих это станет главным нововведением. Ладно, продолжим про всякую скучную фигню. Западные ресурсы сообщают, что в iOS 8.3.1, равно как и чуть ранее в 10.10.3, нашли двухфакторную верификацию для аккаунтов Gmail. Это действительно круто. Apple, кстати, тоже такую фишку начали поддерживать. И вообще, включите, если вы этого ещё не сделали. Это убережёт вас от огромной головной боли. В случае, если что-то пойдёт не так, кто-то будет пытаться взломать ваш аккаунт. Двухфакторная верификация — залог надёжности и сухости. Я что-то попробовал и не нашёл никаких особых двухфакторных заморочек. Видимо, пока для российских учётных записей не работает. Бета не бета, если в ней чего-нибудь не запороли. В 8.3.1 потерялась возможность съёмки в 240 кадров в секунду и в 60 кадров в секунду. Надеюсь, что со временем найдётся. Ну и по мелочи кое-какие приложения глючат. Например, Telegram не отображает ленду диалога. Ну, бета на то и бета. Правда, по-моему, впервые за всё время у меня огненно заработал AirDrop. Зацените, как быстро. А это всё, что я нашёл. Если вы увидели ещё что-то, пишите в комментариях. Как всегда, ставьте лайки. Подписывайтесь везде, где только можно, включая канал. Пока!